Туда, это у меня первый раз так, что я застрял в Удстуке. Просто куска не хватает. Покажу свои часы. У меня уже недельных осталось всего. Сейчас он будет прям съезжать. Прикольно. Всем здорова. Начинаем новый трип. Сегодня суббота, уже почти вечер. Я застрял в Удстуке. Застрял, потому что мой парс еще не готов, чтобы пересечь границу. Отсюда 15 минут. Груз едет на Джорджу, Атланту. И доставка во вторник в 8 утра. Я распланировал время так, чтобы я доехал туда к ночи и там спал. Потом с утра делал доставку, получается. Теперь не знаю, получится или не получится. Потому что неизвестно вообще, когда будет готов мой парс. К сожалению, очень редко бывают такие случаи, когда мы едем в Америку. Как бы из Америки случается. Вот туда. Это у меня первый раз так, что я застрял в Удстуке. Ой, сейчас рейфер заведется. Слушайте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это мой адрес доставки первый. И вот получится с Удстука до доставки. По идее, как бы обычно по 95-ке ездим через Вашингтон и так далее. Но здесь может быть большая потеря времени. Если вот так ехать по верху, то будет попроще. Разница 80 миль, полтора часа. Но зато сохранены нервы и так далее. Посмотрим. Ну, как бы план был такой. Я планировал сегодня еще проехать. Ну, не полные 6 часов, да, по Америке. Ну, там, отсюда до Нью-Хэмпшира, там, 5,5, что ли, около 6. И планировал в Волмарт, в Нью-Хэмпшир, там встать. Пока что облом, облом. Так, у меня парс, наконец, готов. Я простоял здесь 2.38. И до этого я еще стоял в дьюти 17 минут. Ну, грубо говоря, суммарно почти 3 часа. Я буду использовать сплит-слипер. Поэтому у меня в Америке времени хватает доехать до Нью-Хэмпшира. Ну, что, пока поедем, там посмотрим. В принципе, я могу даже раньше остановиться, посмотрим. Уже темно на улице. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот, и потом на завтра я вот здесь вот после Личмонда уйду по диагонали. По 85-ке, вот сюда на Атланту. Ну, там останется уже поменьше кусочек. По-моему, часов 8. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот сюда я еду. Вот эти две точки удалить. Вот так. 9 часов оттуда, потом до доставки. Но мне придется где-то вот здесь, вот не доезжая. Вот здесь есть еще несколько тракстопов. Вот там придется ночевать. И утром уже ехать на доставку, потому что здесь у клиента ночевать нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот эта днерочка, это куда я вчера планировал доехать. Мне не хватило буквально там 20-25 минут. Но самое главное, я проехал Вашингтон. Балтимор, Вашингтон проехал. Все уже дальше легче. Вот сейчас туда заеду заправиться. Все равно ночевал я на Вирджиния Волкам Центр. Здесь приехали эти. Морская академия. Три автобуса. Все такие беленькие, красивые. Прикольно. И пацаны и девчонки есть. Классно. Вот. Мне осталось ехать, ну, грубо говоря, 9 часов. Это не до доставки. Это до тракстопа. Одессе 2 тракстопа отметил. Если здесь будет место, здесь стану. Если здесь будет, то здесь стану. Ну, вернее, если здесь не будет, то сюда поеду. Вот. Вообще доставка у меня вот здесь. Вот с этой стороны Атланты. То есть еще там около часа-полтора еще ехать. Завтра утром придется. Так. Я доехал, докуда планировал. По идее тракстоп огромный. Там еще два ряда. Но я проехался, здесь мест нету. Вот так встал. Никому не мешаем. Будем стоять. Все. Завтра проснусь в 5 утра. В душ. В 5.45 у меня открывается время. В 6 я выйду. Ехать полтора часа до доставки. Приехал я на доставку в 7.40. Все по моему плану. Нормально. Но все равно фиаско. Потому что, оказывается, у меня здесь аппоинтмента не было. У меня два аппоинтмента. Но на мою вторую доставку. В 8 утра и в 11 утра. Короче, по пандос. Теперь я вот на первом стою, жду. Без аппоинтмента. Возможно, в течение 2-3 часов меня аппоинтмента. Примут. Но тогда есть большая. Большая вероятность, что я опоздаю на вторую свою доставку. Соответственно, там с опозданием тоже, считай, по пандос будет. А еще что плохо. Как бы это хорошо, но плохо. Но мне уже скинули мой следующий груз. Как бы из-за вот таких накладок может следующий тоже обломаться. А после этого уже по пандос конкретный. Поэтому посмотрим все, как пройдет. Посмотрим, посмотрим. Ну, что, бывает. Получил дверь. Так что есть еще шанс успеть на второй 11-часовой поинт. Отсюда ехать 30 минут. Так, я сейчас уже на своей второй доставке. Вот на первой я простоял, ну, грубо говоря, 3,5 часа. А второй опоздал на полчаса. Сказали мне здесь, что ничего страшного. Вот сейчас уже разгружают. Все хорошо. И отсюда потом поеду на свою следующую загрузку. Я не помню, говорил, не говорил. Кукурузу повезу в Монреаль. Отсюда ехать до туда до загрузки почти 4 часа. Приехал я на загрузку. Большая ферма, тут кукурузу выращивает. Очередь конкретная. Всего 50 минут я тут. А дело уже пошло. Ништяк, что? На улице невероятное количество мошек. Прям атакуют, вообще невозможно. Глаза в уши, в нос везде лезут. Прям невозможно на улице стоять. Там вдалеке поливалка поливает. Загрузили кукурузу. Лотбор у меня в этот раз вот такой вот. Он был в трейлере. Я его теперь использую. Но зато он намерно закрепляется. Никак не упадет. Чуть помято. Задокументировали. Все. О, еще рекордер температуры есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Северная Каролина. Даже во время дождя тут красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у меня опять проблема. Пустое колесо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если вот тут присмотреться, то тут вот такая жесть. Просто куска не хватает. И полисо начало рваться. Грубо говоря, наварка отрывается. Я не знаю, как это произошло. Есть вероятность, что это об бордюр я зацепил. Ну, как бы, не знаю. Не знаю. Вроде бы я ничего не цеплял. Как бы, может быть, и просто начал что-то отрываться. Такое об борьево. Ну, конечно, это жесть. Это четвертое, по-моему, колесо за последнее время. Что-то в последнее время конкретно везет так сделать. Но у меня есть центральная подкачка на этом тренере. Поэтому как бы оно не разлетелось в клочья. В принципе, ничего страшного. Но все равно мне скоро приедут, поменяют. Пока буду спать. Это вот это поврежденное колесо, которое он уже снял. И оно очень старое. Просто вся резина уже потрескалась. Скорее всего, он говорит. Поэтому началось. Вот так вот. Новое уже поставил. Совсем новое. Таких трещин уже нет. Кстати, он меня не домкратил. Подложил блок. Вот я просто чуть вперед сталку. И получилось так, что это колесо поднялось. По идее, это выезд с Рестерии. Ночевал я вот так на обочине. Никому не мешал. Меня хут-вут-хут тоже никто не дергал с утра. Но здесь просто все обочины заставлены. Вот это тоже все было заставлено с обеих сторон. Уже прошелся. Страка все нормально. Вредки взял. Можно выезжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова У меня это по счету Раз, два, три, четыре, пять, шесть Сегодня шестой день, завтра седьмой То.е. я завтра вот это Эти 8 часов Выезжаю и все, больше меня Ничего не падает Послезавтра получается мне упадет 6,5 часов За первый день Вот эти 6,5 часов Упадут Завтра после полуночи А я это к чему говорил? Что, допустим, я с этой позиции поеду на Канадин Тайр, а потом с Канадин Тайра на Эдмонстон. И это всего 7 часов езды. Так что мне моих часов, которые у меня уже сейчас есть, должно хватить. Должно хватить. Вот. А там я уже переночую, грубо говоря, и как раз-таки добавится время, чтобы мне доехать до дома. Так. А до дома оттуда сколько ехать? Так. Седьмой стороны. Домой. Ага. 6 часов. Ну, 5,5-6 часов. Ну, что? Все хорошо. Все хорошо. Дома попадем. Вот обочина. Он довольно-таки широкая. А вон там стоят ребята далеко. Вон там машинки ездят. Это перекресток. И до конца, до перекрестков здесь траки стоят. Казалось бы, место, которое принимается строго поапоинтно, то должно быстрее разгружать. Но только-только вот не зеленый загорелся, разгрузили меня. Уже начинает светать. Прямо светло на улице. Не знаю. Короче, спал мало. Всего часа три. Поэтому сейчас поеду в Канадин Тайр заберу. Докуда-нибудь доеду. Посплю. Потом дальше буду ехать. Какое красивое небо, однако. Ништяк. Я на Shell, Айдмундстон. Заправился уже. Вот. У меня было 20 минут или 22, когда я приехал на заправку. Пока поставил, позаправлялся на On Duty. Время стало меньше, конечно. Ну ничего, у меня отсюда до Канадин Тайр буквально минут 7-8 вроде бы. Вот. По времени сейчас еще даже трех часов дня нету. Поэтому я целый день здесь стою, отдыхаю, тушу к еду. И потом уже этот... Ночевать едно Канадин Тайр. Что свистит так сильно, а? Так, я уже в Канадин Тайре. Короче, встал вот так вплотную. Вот утром придется мне... Они меня разбудят. Возьмут документы. Мне придется до конца вытянуться. Они сорвут пломбу сами. Вот. Открою двери трейлера. И уже забекаюсь нормально. Вот. Должен сказать, что тут довольно-таки неудобное место. Вот здесь такой вот тупик. То есть мне пришлось оттуда вот так вот бэкаться через правое плечо. Благо места хватает. Машин не было, ничего. Вот. И плюс сначала я сюда заехал носом. Понял, что здесь я не... Ну, может быть и развернусь. Ну, это прям на 90 градусов надо будет ломаться и прям вот так трейлер на месте крутить. Это неприятно. Тем более груз тяжелый. Там 43 тысячи фунтов. Так что... Это плохо на колеса. Для колеса это плохо. В итоге я, короче, там разворачивался и сюда потом через правый плечо бэкался. Неудобный. Канадин Тайр в Эдминстане. Надо запомнить. Пойду чуть погуляю. Чувак разгружает машины. Сейчас попробуем посмотреть. У него вон там лестница. Он залез. Машина сел. Сейчас он будет прям съезжать. Прикольно. Я ни разу не видел, как они это делают в живую. Опа. Офигеть. Просто играючи. Жесть. Классно? Здесь вот прям с командентайром. Это гольф-поле. Прям играют в гольф. Прикольно ходят тут с тележками. Очень мало кто ездит именно на электрокарах. В основном. Просто они вручную. Как на колясках катают. А вон стоит карта. И прям ходят от лунки к лунке. Прикольно. Вон она лунка. Туда они. Оттуда, короче, тетенька. Так тык-тык-тык-тык. Мячик несколько ударов. Вот до сюда доехали. А вот она лунка. Прикольно. Казон какой-то странный. Я не осознавал никогда, как выглядит гольф-поле. Но вот он прям супер плотный. Конечно, супер короткий. Постриженный вообще. Почти. Под однерочку, да? Но он прям классный. То есть в нем шарик вообще не тонет. И катится даже хорошо. Даже вот здесь, где подлиннее, все равно вот он как бы другой газон. Я всегда думал, что это обычный газон. Ни разу мы не были на гольф-поле. Не пробовали. Даже-даже-даже клюшку не держал. Только шарик держал в руках. Надо будет попробовать как-нибудь. Какие-то странные новые весельки у деревьев. Я присмотрелся, а вот здесь вот пониже висит. Это прям новая елочка. Новые иголочки растут. Они мягкие еще. Оказалось, опасно тут стоять. Я что-то даже и не подумал. Они сюда пуляют, вон туда. Один мяч вон туда приземлился. Два вон там. Еще один вон там. Вон там лежит. Вон там. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...